Брат, повтори еще раз. Наказание Блаженного Феофилакта Болгарского на эти стихи. Выше апостол доказал, что язычник удостаивается такой же чести, как и иудей. Теперь доказывает, что во время наказания постигнет иудея осуждение. Язычники, говорит, не имея закона согрешили, то есть не быв получаемы законом, поэтому вне закона и погибнут, то есть легче будут наказаны, как не имеющие обличителем закон, ибо вне закона значит, не подлежа осуждению по закону. Напротив, иудей согрешил под законом, то есть будучи получаем и от закона, поэтому и суд примет, что осужден будет по закону, как подлежащий закону, который обличает его и подвергает большему осуждению. Как же ты, иудей, говоришь, что не имеешь нужды в благодати, потому что оправдываешься закон? Вот, доказано, что тебе нет никакой пользы от закона, так что имеешь большую, нежели язычник, нужду в благодати, как неоправдываемый перед Богом одним слушанием закона. Перед людьми слушатели закона могут казаться честными, но перед Богом не так. Перед ним оправдываются исполнители закона. После Христа и Блаженного фиктовакта? Тогда продолжим. Давай. 13 и 15 стихи, 2 глава. Потому что не служители закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Толкование. Доказывает то, что говорит против иудеев, и ведет речь с мудрым искусством, чтобы не показаться, будто говорит что-нибудь против закона. Как бы хваляя и возвышая закон, говорит, что заслуживают удивления те, которые не имеют закона, в кавычках, естеством, то есть имея убеждения в мыслях, ибо они не имели нужды в закону, а между тем выполнили закон, запечатлев в сердцах своих не письмена, но дела, и вместо закона пользуясь возведительством о добром, совестью и природными мыслями. Говорит здесь о трех законах. Двоеточие. Первое. О законе писанном, о законе естественном и о законе дел. Далее цитата. Язычники, не имеющие закона. Вопрос какого? Ответ писаного. Далее кавычки. Сущая цитата. По природе законное делают. То есть это о язычниках говорится. Вопрос по какому закону? Ответ. По закону, обнаруживающимся в делах. Писаного нет, закон исполняет. Дальше. Цитата. Не имея закона. Язычники не имеют закона. Вопрос какого? Опять ответ писаного. Далее цитата. Они сами себе закон. Вопрос как это? Ответ. Руководствуясь законом естественным. То есть третий весь закон. Далее цитата. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. Вопрос какого закона? Закона в делах. Заметь мудрость. Не поразил иудеев, как требовал этого ход речи. По ходу речи следовало сказать так. Когда язычники, не имеющие закона, делают законное по природе, то они гораздо превосходнее наставленных в законе. Действительно так. Но апостол не сказал так. А выразился мягче так. Сами себе закон. Этим он доказывает, что и в древнейшие времена, и прежде, нежели дан закон, род человеческий находился под тем же большой буквы промыслом. Этим заграждает также уста тем, которые говорят, почему Христос не пришел научить деланию добра прежде изначала. Познание добра и зла, говорит, он вложил во всех изначало. Когда же увидел, что оно не помогает, то пришел, наконец, сам. Ну, здесь надо напомнить просто местописание еще. Книга бытия, то есть первый, кто был закон дел и сам себе закон, это был Ной. Он все исполнил до конца. Ну, перед ним были праведники тоже, мы вспомним. Ну, мы почему Ной вспоминаем? Потому что как продолжателя жизни. Да, заповеди всех нас с вами. Потому что мы все от Нойа. Ну, как бы от Адама, но однозначно от Нойа. Потому что всех других, просто колены, там роды, там семьи какие были, все Господь утопил. В потопе погибли все. А Мой он нам первый показал. Потом дальше, так, как бы, на слуху это Евер. Это тот самый, от которого евреи взяли свое имя. Протец, как бы, евреев. Это первый человек, который в те времена, когда строили Вавилонскую башню, восстал против этого язычества, так называемого. И он с ними не строил башню, этот Евер самый. Он тоже, ясно, что он жил по закону, именно естественному. Которому руководствовался он от начала. Ну, и потом дальше мы вспоминаем, что все эти праведные, благочестивые мужи послужили примером Аврааму. Ну, Авраам, родоначальник всех верующих людей. Он патриарх наш. Он первопричина веры, в общем-то. Это первый человек в те далекие, от нас сейчас времена, уже сколько прошло тысяч лет уж, сложно сказать, наверное, четыре с лишним тысячи лет назад, который восстал против языческой системы, которая поглотила уже тогда умы каждого человека, и показал, как можно естественным законом, руководствуясь, выполнить все заповеди закона, не имея закона. Ну, Моисею было уже полегче, он получил закон. Хотя тоже в начале 40 лет жизни своей, когда пришлось ему выбирать, с кем он будет. И он выбрал страдать с народом Божиим, нежели получить греховное временное наслаждение в дворцах фараона. Ну, откуда взялся естественный закон? Вопрос, откуда взялся естественный закон? Я тоже, кстати, сейчас об этом рассуждаю. Совесть, да, я тоже о ней вспомнил. Когда Игнать Тихонович услышал фразу, что совесть первичнее Евангелие, он говорит, как Евангелие? Златоуст он сказал, не Игнать Тихонович. Ну, я от Игнать Тихоновича услышал, но сказал Златоуст, да. Игнать Тихонович заметил, акцент на этом поставил, да как же так? Евангелие первичное. А когда Евангелия не было, как вот про Нойго это рассказывал? Как он без Евангелия жил? По совести, то есть это закон естественный. Естественно поступать по совести. А греховная природа, и дьявол, ну что, да это неестественно, естественно жить для себя по закону. Еще вопрос один интересный. А вот Ной жил, и он действительно жил по закону, вот Ной? Ну да, Ной жил по закону. А как это доказать? А доказывается легко, с ним-то спаслись не он один, а еще сыновья его, их жены и его жена. То есть значит они все просто смотрели на Ной и подражали ему, и таким образом, ну естественно, они выполняли тот же закон. И спаслись. Значит, и после них, те поколения, которые там принимали, то они тоже так же, сколько-то времени кто-то благочестивый жил. То есть он же говорит, что люди принимали это, видишь? Не, ну а как понять? Мы просто их не знаем имена. Как понять, что такое совесть? Совесть, это тот участок души, через который Бог говорит с тобой. Слышится голос Божьего. Ведь дописанного закона Божьего разговаривал, и с Адамом, и... А вот это что, я что, Иисус разговаривал, может, с другим образом? Нет, ну зачем это? Уже сказали же тебе, что? Он разговаривал лицо в лицо и другим образом. Мысли приходят, я думаю, это и есть. Нет, даже если другим образом, опять же, это все вкладывается тебе через тот участок, который Господь говорит с тобой, через совесть эту. Даже другим образом, увидел ты что-то, или тебе показали, или какой-то, ну, какой-то процесс произошел, там, исторический, и тебе это пришло на ум. Опять же, с тобой говорит твоя совесть. Ну, через совесть, по-другому никак. Сожженный, говорит, в совести своей. Написано. Сожженный в совести своей. То есть, уже ничего не услышат, уже нет покаяния. Ну, вот еще один пример о совести из Евангелия, когда фарисеи блудницу привезли, принесли Христу. Мы видели, как она мужу изменяет, а закон повелевает побитию ее камнями. А чего же они сразу-то его не побили, а повели ко Христу, но хотели, видно, искусить самого Христа. А Христос им сказал, кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. Дальше цитата. И они, будучи обличаемы совестью, удалились. До грехопадения Адама и Евы совесть была? До грехопадения не было вообще... Приехал. Не было совести. Не было совести у людей. У тебя спокойно было. Одна сплошная совесть была, будем так говорить. Ну, я могу сказать, что, конечно, она была. Потому что... Пока яблоко не съели. Потому что... Бог запрещен. Тихо, 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 тихо. Бог запрещен. Потому что... Потому что... Если мы говорим, что совесть это участок души, а душа изначально была дана роду человеческому от Адаму, то она изначально и есть. В раю вдунул Бог душу. Прямо в жизни. Сказала, что душа живой. То есть она стала живой. Это не в раю, а тут если и помести его в раю. А потом, после греха владения, она стала мертвой. Непонятно, где он вдувал. Не в раю. Там не написано, что в раю. Она стала... Душа бессмертна всегда. Ты понимаешь, первое... Не в раю вдыхал Бог. Написано, что вдунул, а потом поселил уже его в раю. То есть ты уже... Я его Библию перецитировал немножко. Не, я не перецитировал. Ну, как не? В раю вдунул. Там не написано, в раю вдунул. Не написано, что в раю вдунул бог дыхание жизни. Ну ладно, пускай при создании человека при создании человека в раю там, не в раю А потом поселил его в саду Эдемска Он сам умер Прямо написано, поселил в саду Эдемска Да, да Душа была живой Человек стал живой душой Потом он стал душой мертвую Потому что умерла душа Душа не умерла, нет Это где ты? Душа никогда не умирает Ну грех, грех, грех вошел Смерть вошла Господь сказал, смертью умрешь Если Господь говорит, смертью умрешь То разве Бог может обмануть? Он и не обманул его, он и умер Пусть умирает Он и умер, но не сразу Она остается живой Конечно, она живая, она вечно Она потом поселится, это уже А каким образом тогда душа вечной смерти умирает Смерть вторая есть Есть смерть первая Первая смерть где была? Вторая смерть имеется ввиду мучения вечные Для этой души и тела А первая смерть где была? Когда первая? А первая смерть это вот смерть, когда Это для плоти Умирание тела Плоть, плоть когда Плоть это что? Этоuler, вот себя неже Это правильно Это своего гроба, гроб, да? Душа от тела отделяется, тело мертвое, а душа живая То есть есть одна смерть, потом вторая смерть Есть одно воскресенье, есть второе воскресенье Первая смерть для души когда была? Для души не было первой смерти Для тела когда? Для души первая смерть Зачем ты разделяешься? Ты не дели, зачем ты делишь? Ну я просто хочу... Ты зачем делишь-то? Пускай разбирается, но надо объяснить, что нельзя делить. Не надо делить ничего. Он делит душу и тело, и теперь для тела две смерти, и теперь для души начинает смерть. Не надо делить. Вот он ты. Вот он ты. В день страшного суда тело отдельно будет отвечать от души или вместе? Тело и душа. Душа и тело. Ну все. Зачем ты делишь тогда? Это у нас была, кстати, такая ошибка. По-моему, Людмила Степана нас тогда этим вопросом замучила. Пока Игорь Тихонович не пришел и не сказал, а что вы делаете-то? Делите душу с телом. И так и не догадывались. Христос, для чего пришел? Нет, брат. А, Игорь, Христос, для чего пришел? Воскресить души человеческие? Ты ко мне не обращайся, обращайся ко всем. Понимаете. Пожалуйста. Тут все участвуют. Михаил, ты, во-первых, не понимаешь. Там, значит, в Библии сказано, смысл души, есть несколько смыслов заложено. Душа – это как человек. Стало человек душой, душой. То есть там говорится, там столько-то душ было, то есть столько-то человек было. С Аврамом пришло 75 душ. Вот. В этом значении слово душа имеет. И душа, когда это духовное состояние твое, вот еще, а сама душа, которая вдохнула дыхание, душа, она бессмертная. Бессмертная. Умирая тело. Допустим, человек, любой человек живет до определенного времени, часа кончины мы не знаем, только один Бог знает, и умирает. А душа его, куда идет душа? Это уже Бог определяет, куда пойдет. По делам человеческим судит, по его делам, по совести, по словам говорится. И куда пойдет? Или в рай она пойдет, или пойдет в ад на вечные мучения. Что ты делал в теле? Доброго или худого? В теле что ты делал? Если она делает худое, она живая? Живая. Она всегда живая. Грех не поражает душу? Грех не поражает душу, смертью. Как головня обожженная. Что такое головня обожженная? То есть один, говорит, выйдет как золотом, а другой, говорит, спасется. Но будет, говорит, как головня обожженная. Но это вообще воскресенье. Да? Да? О чем здесь говорится? И тот тоже, оказывается, спасется. Но для чего? Для того, чтобы получить вечное мучение. Вот тебе спасся. А написано спасется. Так что ты тут аккуратно смотри. Смерть духовную надо различать от телесной. Нет. А где написано? Телесная смерть, она такая, что тело у нас умерло, а потом в общее воскресенье нам даются новые тела. Ну молодец, это умерли хорошо. Это написано. А где духовная смерть? О чем ты говоришь? Смотреть надо в корень. Смотри в слово Божие. Для чего Христос пришел? Он пришел воскресить души, умершие в раю. Ой, ну, в крестотворении. Грех поразил душу. Смерть, жало смерти, грех. Смерть поразила душу грехом. И Адам стал уже не живой душой, а мертвой душой. И Христос пришел воскресить эти души, умершие. И Он это сделал. Тебе же объяснили, что три толкования слова душа. Там, где душа живая, говорится, ну, весь человек. И душа, и тело. Человек дуэлистичен. Нет, триэлистичен, наверное. Ты думаешь, что три еще в человеке. Дух, душа и тело, да? Ты думаешь, еще так, наверное? Нет, я думаю, как Василий Великий, душа и тело. Ну, это уже ближе, значит. Ты почти баптист уже рядом с нами стоишь, с православными. Ну, помните, как мы обычно. Осталось теперь только соединить тебе душу и тело. И теперь, когда говоришь, Адам стал душою мертвую, душою живую. Говори о всем человеке. Я продолжаю мысль. Если он, Бог, это жизнь. Он имеет в самом себе эту жизнь. Когда грех вошел, то он был поражен этой смертью. То есть он отвернулся от Бога, Адам. И умер. Ну, как умер? Ты зачем сам-то придумываешь это все? У тебя слова Божьего нету, что ли? Придумывать-то не надо от себя ничего. Вот как бы он отвернулся? Это даже нету ничего в Библии, так не сказано. А как он не отвернулся? Есть это же. Мы через веру приходим. Адам, пока верил Богу, он был жив. Как он только перестал верить, это образно я говорю, я не так в прямом смысле. Образно говорю, что пока он верил, а как перестал верить, то он потерял жизнь, потерял Бога. Он умер, правильно. Понимаешь, душа стала смертью мертвой. Вечная смерть. Не написано в тот же день. Бог не может обманывать. Он говорит так, как есть. Где написано в тот же день смертью умрешь? Где написано в тот же день смертью умрешь? Третья глава бытия. Прямо говорит, в день, в который вкусишь, запятая смертью умрешь, в день, в тот день. Белый говорит. В день, который... Ну, для Господа тысячу лет, а не день. Один день тысячу лет. Здесь, да. Пожалуйста. Вон она первая подняла руку. Я, конечно, так не объясню. Когда Господь создал Адама, если бы не нарушил его закон, то есть не есть, он как бы сделал закон для Адама, не вкушать от дерева познания добра и зла. И когда он вкусил, он нарушил его закон. И он сказал, раз ты нарушил, ты умрешь. То есть с этого времени люди стали смертные. Они стали, как сейчас мы живем и умираем, живем, не вечные. То есть тело наше стало не вечное. А там про тело не говорится, там про душу говорится. А про тело уже потом, а дело в ризы кожаные. Ризы кожаные, это и есть наше тело, по сути дела. И вон как в гробе мы находимся. Что это? Повтори, что это за ризы кожаные? Ну, а дело в ризы кожаные. Это тело. Это не тело, это шкуры барана и козла. Тут не надо, тут не то. Это первая была принесена жертва златоуста, говорит. Бог сам заколол, сам ободрал, сам выделал и сам надел. Тут не о теле, говорится. А кожаная одежда, это первое жертвоприношение. Тут сразу номер-то взять. Значит, что златоуста не читал. Это толкование святого Виссариона. Это не златоуста. И дальше не надо. Вот понимаете, вы говорите фактически одну, но только о разном. Он говорит, душа имеет три значения. Душа, слово, в Библии имеет двадцать восемь значений, а не три. Он хотел удивить вас, говоря три. А у вас как-то одно понятие. Двадцать восемь значений. Пускай три хотя бы воспринимать. Например, и душа, и мора прилепилась к дине. Ты что понимаешь, что у него душа вышла на пластилинчик и приклеилась к ней спереди или сзади? Это означает чувство любви, без чего жить не могу. Он приклеился и двое, как бы одна плоть. Вот и все. И будут двое прилепиться к жене. Господь прямо говорит, прилепился. Да что он лепится-то? А так и говорят, да парень прилепился ко мне, лезет и лезет. Выражение-то оттуда взято. Теперь Михаил говорит о смерти. А вы говорите, не разделяй. Правильно говорит этот, а этот не может мысли выразить. Косноязычно выражается. Вот. В день, в который вкусишь, Бог говорит, смертью умрешь. Но в тот день Адам ничего не почувствовал. Он только выгнан был. И здоровье у него отличное, и ни к гинекологу не ходила Ева, ничего. Все нормально было. А почему? И нас, мертвых по преступлениям, и Кристианам 2.5, мертвых по преступлениям. Причина какая? Сын мой был мертв. Я жил, пропадал и нашел. Пропажа, отдаление, есть смерть духовная. Вот это в раю случилось. Это первая смерть. И когда говорится в Откровении, 20 глава 1-й, 4-й сих, говорится, Блаженный Святый, имеющий участие в воскресении первым, с ума сектанты сходят. Они не могут понять, какое воскресение. Это сначала воскрес, и фильмы ставят, и все воскресают, и идет. Куда делся? Что ты играешь? Что ты прикалываешься? Это означает, духовно воскрес. Первая духовная смерть была. От первой духовной смерти должно быть и воскресение первое, где? А уверовал. Был мертв и ожил. Это необходимо сделать разделение. Но следствие той смерти, так как душа связана с телом, есть то, что каждый, допустим, 320 миллиардов клеток, они смертные, реквием поется. И мы умираем в свое время, 70 лет от силы, 80 лет, 969 лет. Это относится к смерти первой, первое тело. А воскресение какое для тела? Воскресение, которое придет. Блаженный, святый, имеющий участие, воскресение первым. А почему не во втором? А воскресение это второе всеобщее, воскреснут. Вот он сейчас говорил где-то, он говорил-то, настолько редкое толкование златоустом. Но как бы я из огня спасется? Ну все-таки спасется? Кто нарушит одно из малых своих заповедей? А каких малых? А впереди блаженцу. Ну давай, любое блаженство нарушит. Блаженный нищий духом, а я не нищий духом, я гордый. Спасусь? Нет. Блаженный плащ, ай ты корот, ха-ха-ха-ха, на каждом шагу, как всегда. Ты хохочешь, святой смех. Спасется? Нет. Горе смеющимся. Они безумные эти сектанты. Совершенно обезумевшие. И хохочет, и падает, хохочет. Это сатана. Блаженный плащ еще. Бог ублажает слезы, но не смех. Христос нигде не смеялся. Написано про слезы. Вот как. А теперь, когда говорится о конечной смерти, где? Ну это когда придет всему конец. Все, и воскресение всеобщее будет. Одновременно всех пришествия Христова. Никаких воскресений тел не будет. Одновременно. Дело в том, что верующие во Христа, они воскреснут не за тысячи лет до последнего дня, а в последний день. Последний день. А в году 365 дней. А тысячи лет 365 тысяч дней. Вот на сколько сектанты ошиблись. На 365 тысяч дней они ошиблись. Они воскрешают. Сначала праздники воскреснут, а по грешнику будут лежать. Написано, я воскрешу в последний день. Евангелие от Иоанна, 6 глава. Четыре раза Бог говорит, что воскрешу в последний день. Пьющий кровь мою воскреснет в последний день. Ты веришь, что лазер воскреснет? Читаем 11 глава Евангелия от Иоанна. А Марфа что говорит? Знаю, Господи, воскреснет в последний день. То есть она твердо верила в то, что говорил Христос. Христос учил только одно. Ну, допустим, и пойдут в жизнь вечную. Воскрешу в последний день. 5.39 Евангелия от Иоанна. 6.54, 6.44, 6.41. Все говорит последний, последний. Я спрашиваю, допустим, баптисты. Скажите, а как вы понимаете слово в последний день? Ну, все кончилось. Больше не будет. Ну, вы верите, вы верите. Давай запишу в последний день. И за ним ничего нет. Наступила вещь, и часы остановились. Да, да. Вот смотрите. Я привожу 5 мест Писания. Евангелия от Иоанна. Которая говорит, что люди, верующие во Христа, спасенные, очищенные кровью, лично уверовавшие, они будут воскрешены Христом в последний день. Откуда у вас тысячелетие царства-то? Понимаете, это доказывается очень просто. Не настаивай на своем. Вот он что сейчас говорил, вот это кожа, там, это сожди эти кожи, это неправильно. Это кожа барана или козла. Дал им прикрыть на поясницу, там, наверх, что-то, уже не знаю, как скроил им Бог. Это первое жертвоприношение. Все, все остальные мысли эти уберут. Я правильный был, а тут ты просто... не поторопился, скажем так. Да, Игнатий Игнатьевич, он с самого начала, вы не поняли тоже его, он с самого начала думал, что Адам это душа, то есть плоти у него нет. Вы спросите. Подожди, он не так говорит. А зачем тогда говоришь, что вырвал кожи? Я это уже, это... Адам, человек, это, во-первых, это душа. Духовная смерть произошла. Вот я на что акцентирую. Так, подожди. Зачем первая душа? Почему ты душа? Духовная смерть произошла. Подожди, ты разные слова эти не добавляй. Первичная в Адаме была плоть. Сотворил из земли, ну, глина там... Написано. Не знаем, какая, Эдем красная означает. А потом вдунул в нее, значит, первичная была материя, а вторичная духовная. На втором месте стоит. И поэтому вопрос... А общее название душа... Да. А общее дается название тогда человек. Щело-век. А теперь щело-век. Душа живая. Вот все. Разговор произошел о смертях. Вот. Две смерти и два воскресенья. И брат задал вопросы, что это за две смерти. И две воскресенья начали говорить про... О телесном... О телесной смерти. А брат разделил, что есть смерть духовная. Да. Правильно. Вот. А вот он... Да. Но он уж... Брат Игорь говорит, да нету, если... Как нет. Писание говорит, мертвых по преступлениям. Они живые, ходили на работу, получали пенсию. Вы не поняли. Мертвых по преступлениям. Ты меня не понял. Я слышал, он упирает душа, душа... Ну, у меня уже просто это в мозгу. Если человек упирает на это, значит, у него тут какая-то ошибка. Ну, сейчас она вылезла, уже понятно все. Чего непонятного-то я не могу понять. Я говорю, я ему теперь говорю, да не душой он умер. Он умер полностью, телом умер и все. Нет. А он теперь говорит, ну... Он не может тебя понять. А он меня не может понять. Он хочет, чтобы... Я ему не сказал, я ему не сказал, был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Игнатий Иванович дополнил. Ну, теперь-то все понятно уже. Я этого не сказал, да. Но я это и не имел в виду. Я ему хотел доказать. Я уже доказывал ему, я-то думал, что он понимает, просто как-то недопонимает, что умирает телом в конечном итоге. А то, что отдалился от Бога душой, но он-то считает, что это именно и есть смерть. А теперь телесная отдельно разделяет. А ее разделять никак нельзя. Понял? Разделять смерть первая... Ты сам не понимаешь. Смерть первая... Тогда объясни еще раз, мне и ему, брат Игорь, что такое смерть первая и смерть вторая по Писанию. Смерть первая, это что такое? Телесная смерть? Это душой отошел от Бога, потерял верность. И вот он умер, духовно он умер, духовно. Он еще продолжал 900 лет жить. А вот эта смерть на 900 лет оттянута, но она была заложена там. Он говорит, не надо разделять-то. Она там заложена. Но исполнение ее, мы спасены в надежде, а мы умерли в надежде. Там. В Адаме все умирают. То есть Адамам вот этот принцип смерти и повинания Богу заложен, передается генетически. То есть мы рождены уже смертными первой смертью. В грехе родилась. С первой смертью мы уже рождены. Иначе дети ваши были бы нечисты. Ты его не поддерживай, а то он так и останется в этом заблуждении. Дай ему осознать, что душа это плотно. На эту тему перейдите все. Дайте успокоиться душе. Дайте душе Михаила успокоиться. По этому же вопросу. По этому же вопросу. Только коротко. Просто я хочу сказать о том, что действительно, написано же, то, что он процитировал. Тот день, в который вкусите, смертью умрете. Именно в тот день она сказала. Тот день, да. И он стал действительно мертвым, потому что отдалился от Бога. И он был мертвым духовно. Эти 960, сколько там ему было ответено? Ну и телесно. А телесно он тоже, уже с этого момента, тоже стал. Уже стал болеть, уже стал испытывать трудности. Обреченный вот он здесь. Да, то есть обреченный был уже смертником. Какое-то время он прожил. Мафасаил прожил 960 лет. Но все равно он умер, потому что... Но уже, будучи последователем, то есть рожден но от Адама и Евы, они уже все это несли. И первую, и духовную, и тересную смерть. Есть еще одно но. Наследство полностью. Есть еще одно но. Но в конечном итоге, вот он как раз про это и вспомнил, брат Михаил. Христос-то, говорит, пришел для чего? Чтобы души эти, которые праведников, вывезти их оттуда. Им ни Христа не хватало. Они в плену греха были, люди в плену греха. Он освободить от греха пришел, Христос. Вот часть людей воскресла, написано, явились в сетом городе. А потом, естественно, смертью, умрили, как лазарь. Но это временное явление. Но в Адаме все умерли, а во Христе живут. Когда во Христе ты уже принял Христа, душа омыта, а тело-то еще смерта. Но в ней уже залог бессмертия заложен от Христа души. Тут надо понимать, что залог. Дал печать, залог Духа Святого. Залог. То есть в полноте вы получите его в день Пятидесятницы, а в полной полноте уже на небе. Еще не надо забывать, что ты так говоришь об этой смерти. Ну, что человек все, уже грешник. Не надо забывать, что Адам постоянно раскаивался. Его раскаяние, Сиф, рожденный. Это первый человек, который начал приносить жертвы. И смерть вторая еще, ты знаешь? Ты можешь умереть сейчас? Уже все, разговор был дальше, иди дальше. Вы умеете вовремя остановиться. Не надо нагружать. А то умрете здесь. Второе, первое. Да мы уже и влезем все к смерти. Мы уже все состарелись. Вы нигде, никогда не переходите грань, которую указали святые отцы. Вот меня спрашивают, а вы с католиками хоть раз где-то диспутировали? Вот насчет того, что Дух Святой исходит только от Отца. Я с католиками на эту тему? Да святые отцы даже в большинстве своем понимали, что Дух Святой и отцы исходит. Католики-то правы. Но сейчас понимали так, как мы понимаем. О чем бы я с ними спорил-то? Когда католицизм это настоящая церковь. У них рукоположение сохранено оттуда. У них масса заблуждений. Я не говорю просто юридических. Самое главное это примат папства. Что папа над всем даже говорить не надо. Но я на эту тему никогда ни с кем не спорил. А Троицы в места Писания сказали, скорее тихо-тихо отошел. Ни разу за 50 лет я не спорил. Почему? Я понял, это смертельно опасно. И тебе не разрешаю прикасаться. Вот помните, был фильм 50 серий «Зона». И начальник тюрьмы понял, что там есть что-то, к чему нельзя прикасаться. И он ему говорит, не надо. Это настолько опасно. Люди гибнут. И я, начальник тюрьмы, я не сразу сказал. Что-то там подземный коридор, они там деньги печатали и прочее. Нельзя. Он говорит, а там где-то показывает в синем свете, кто-то на пульте сидит, таблетки глотает. Все, и тут же посылает человека и убивает. Это опасно. Я это понял 50 лет назад. Есть темы, так называемые по-зулутски табу. Я к ним не прикасаюсь. Никогда. И у меня не найдете ни в ответах, нигде. К одному святому, ну, допустим, Ануви, приходит один брат и очень хотел узнать. Вопросы задает, а он молчит. А он много о нем слышал, какой он прозорливый. Ну, и его по знакомству привел ученик. А потом ученик его повел провожать. Он ему поклонился, говорит, зря, говорит, я шел в такую даль, говорит. Две недели по пустыне, чуть не умер. О нем столько рассказали, то я учитель. Он мне ни на один вопрос не ответил. Ну, я еще могу сказать. Я не учитель, он учитель. Я бы тебе ответил, что ты спрашивал. А учитель не мог. Ну, и тот пошел, а он подошел, вернулся. А вот. А вот человек был, он очень недоволен, пошел. А почему? Он задавал вопросы, хотел, а вы ни на один не ответили. Он говорит, он спрашивает, что на небе. Я разве там был, не могу. Если бы спросил, как бороться со страстями, как победить грех. У меня опыт есть. Да ты бы ответил. Вот у меня опыт есть. Он воссел лопатки, влупил за ним, догнал брат. Вот если бы о земном спрашивал, он ответил. А небесным, он говорит, я не могу ответить, я там не был. Он говорит, мне небесное не надо, я просто так спросил. А чего же ты сразу не сказал? Он тоже бежать за ним. И теперь он ему все раскрывает. Вы поменьше рассуждайте об этих вещах. Святая, православная, церковь считает человек дуалистичен. Брат Игорь сказал, как у человека дух, душа. Иногда душа называется духом. Никаких трех составных частей нет. И когда вместе два раза в Библии говорит дух, душа и тело, это значит настрой, настроение. У него веселый дух, печальный дух, скорбный дух. То есть в душе настроение к высшему или к низшему. Все. Я это принял. Доказательство я все знаю. Притом с разной позиции могу доказать. Но для себя, для меня это... А уж троицу Бог, вечно, никогда не трогаю. И меня Бог сохранил. И я ни разу не пожалел. А они спорят. Ну они спорят. Они просто не боятся. А кого ты мог поддержать? Я мог поддержать обоих. Они оба правы. И оба не правы. Правы в доказательстве по святым отцам. Не правы, что на эту тему спорят. Нельзя это трогать. Никак. Батюшка-то где у нас? Здесь. Здесь. Он тоже должен был бы участвовать. Вот так. Он только что пришел. Да тут пока разберешься, спор это или не спор. Я даже простой момент хочу сказать. Вы заметили, когда я с батюшкой еще не согласен? У меня спора-то никогда нет. Я не согласен. Но я бы сказал, все. Проходит маленькое время. День один. Мы опять все вместе у нас согласны. Я знаю, есть такая грань, которая начнет вести к смерти. И я как ужаса боюсь его. И в человеке, с любым, даже с сектантами. Я сразу и пячес. Я тебе возвестил, ты не принял. А я думал, ты такой-то, а ты оказывается... А вот это мне не интересует, что я тогда думал. И я там, ну начинает там... Очаровался, а потом разочаровался. Да кто тебя просил? Нельзя этого делать. Я тебя возвестил, ты не принял. Это твое вопрос. Ну а я на этом стою. Я стою на этом. Церковь только то, где есть рукоположение. Католики, православные, григориные армяны, копты и сирийцы. Все. Остальное мне церковь. А спасутся не знаю. Но я знаю, что это ересь. Самая настоящая ересь. Без священства нет отпущения грехов смертных. Бог так установил. А что, Бог не может прощать? Ты Богу не командуй. Бог может и потопить, и может в огне сжечь. А ты должен принять. Да какой же это Бог? Это в Ветхом Завете. Вчера мне один. Я говорю, ты знаешь, что это в нынче Бог любви. Бог любви. А ты любви-то такие. Он всегда как-то. Любви. А кто сказал, что червь не умирает, огонь не угасает? Кто скажет, идите в огонь вечный, проклятый, я не знаю вас. Считал такое, нет? Кого это? Кто говорит? Этот самый Бог говорит, не покайтесь, все так же погибнете. Когда Селамская башня упала. Я ему все места эти выписал. Кто это говорит? Будет брошено, говорит. И день и ночь мучится. Это говорит Бог, имя которому любовь. Он потопил этот мир. Он сжег города Садумские. Любовь в Божьей справедливости и в милосердии. Ты не можешь никак это ухватить. Я говорю. И начинает говорить. Говорит начинает. Не венчанный. Жил без Бога. Жил в блуде. Ты маленько приравнивай себя. С кем ты разговариваешь? Я тебе... Мне Бог дал, мне дал понятие, что я ничего сам не знаю. Мне не дано откровения. И я в это поверил. Я поверил твердо, что мне не дано. И поэтому я тогда гнусь к святым отцам. Как они понимают? Как блаженая вела? Все. Ты в толковании у меня не найдешь ни одного слова. Хотя наш архиерей говорил. Ну, это Игнатьево учение. Это Игнатьево толкование. Ему тогда на фонаре был. Где? Покажите Игнатьево учение. Хотя бы в одном месте. Я верю в то, что мне не дано. Я в этом абсолютно уверен. Мне не дано толковать Писание. Но мне дано право подчиниться святым отцам. И в этом я устоял полвека. Это не два дня. И скажу, что ни разу не пожалел. Что я не пытался толковать. Тем более откровение. Я сейчас скажу, кто это толковал. Вот это Авагафон сказал. Вот это Авамарк. Макарий говорил. Я ни одного не отвергаю. Давайте продолжим. 16 стих. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Толкование. С этих слов начинай новую речь. Ибо теперь говорит апостол о том, каким образом судимы будут все вообще люди. В день суда предстанут собственные наши мысли. То осуждающие, то оправдывающие. И человеку не нужно будет на судилище том, ни другого обвинителя, ни другого защитника. А дабы увеличить страх, не сказал грехи, но тайные дела. Люди могут судить явные дела. А Бог, говорит, будет судить тайные дела через Иисуса Христа. То есть отец через сына, потому что отец не судит никого. Но всякий суд отдал сыну. Читаем Евангелие Теана 5.22. Здесь внушает, что благовествование не проповедует ничего противоестественного, но возвещает то же самое, что вначале внушено людям самой природой. То есть, что и благовествование свидетельствует о суде и наказании. Мысли, комментарии. Ну, самой природой о суде и наказании, что она напоминает? А вот сказали о совести, я хотел спросить. Вы говорите, сожженный в совести своей. Как вы понимаете это? Ответь, пожалуйста. Ты дважды повторил это слово. Сожженный в совести. Как ты понимаешь? Это я сказал. Он повторил это? Ну, я не знаю, кто-то, может, и повторил, я не слышал просто. И что это? Может быть. Это навсегда? Или она это сожженная? Да, это Нина Александровна сказала. Или она восстанавливается в совести? Я повторил это, точно. А вы восстановитесь на совести? Ну, я думаю, что человек умышленно закрывает уши, чтобы не слышать голос Божий. Сознательно. То есть, ему противно, когда его обличают по Слову Божьему. То есть, он бессовестный. Ему приводишь места Писания, а он как будто их не видит. Это навсегда? Или может восстановиться? Я думаю, что согласно мест Писания, может восстановиться. Почему? Потому что, недавно вот я читал, не подвигнет ли их Бог к покаянию. Вот такое место Писания, помните? Да. Где-то есть. А помните, поет Шалекин, Инок Петерим? Бросил своих он товарищей, бросил набеги творить. Бог совесть его пробудил. Все. Днем по-любовнице кешался, ночью набеги творил. Друг у разбойника Лютого совесть Господь пробудил. Бросил своих он товарищей. То есть, это возможно. За него кто-то молился. Рядом никого не было с этим разбойником Пудеяром. Совести Бог пробудил. И поэтому, когда с человеком говоришь, молись о совести его. Я говорю, златоустное, интересное выражение. Совесть, первичнее Евангелие. Я внутренне не согласился. Но он златоуст мне доказал через полминуты. Когда не было Писания, не было Моисеева закона, как люди могли поступать справедливо? По совести. Но когда совесть заглохла, у некоторых даже сгорела, и что Бог делает? Тогда дает писанный закон Моисеев. А это вторично уже, на втором месте. Первое в раю, какие там письмена? Я просто это чувствую, что это не так. Вот я просто про себя хочу сказать. Я об этом молюсь. И постоянно хочу узнать. Даже Писанием я знаю. Я по Писанию легче нахожусь, чем в себе. Я могу сказать, глава какая стиха об этом говорит. Но внутри меня, как это идет? В контакте? Или диссонанс какой-то с тем, что во мне есть? Бог сказал. Да и аминь. И на этом разговор окончен. Ни доказательствами, ничего не надо. Бог сказал. И моя совесть говорит. Да и аминь. Да какой это Бог? Это Бог. Детей там умертвил. Там 42 младенца. Медведицы разодрали. Прекрати безумствовать. Человек, идущий к погибели, говорит. Я знал, ты злой и жестокий. Жнешь, где не сеял. То есть он говорит. Злой и жестокий. Но злой не жестокий, не господин. Потому что мы видим гибнущего телом. Но не видим, что в это время с их душою. Вот у нас сейчас. Слушай. Тут я не знаю, кто есть. Кто-то там чего-то как-то. А теперь смотрим уже. Из-за этого дела уже родители здесь. Да. Вот и все. Именно так. Именно так. И сегодня. Вчера доказывали. Я только атеистка. Я ничего нет. А сегодня, гляжу, уже кланяется, стоит их. Да. И все. Совесть Господь пробудила. Именно так. И через грех. Мы не знаем, через что и как Бог подвигнет. Евреи никогда бы не имели синагоги. Не имели бы того, что имели, если бы не вавилонское пленение. А как они плакали, рыдали, уходили. Ну, когда нас было сгонять здесь. Помните, что весь мир настроен на 2012 год. К сентябрю месяц здесь должны быть очень большие перетурбации. Представьте, мы никогда с вами не встретимся. Будет задача поголовного истребления населения и площадь. Прочее. Ничего нет. Заходят, расстреливают. То есть, как в Кампучии было. Никого не спрашивают. Студентка выскочила к этим хмерам красным. А мы вас так долго ждали. Он из автомата и все. А мы тут помогали в другом месте. Говорят, мы партизани. Он мгновенно расстрелял и все. Дальше приказ. Всем привезти пишущие машинки. В одно место сбросить компьютер и телефоны. У кого найдено, будет расстрелян. Все прекратилось в один день. Все сервера вырубили. Электричество вырублено. Ничего этого не надо. Машины, ключи сдать всем. А машины к котам прикатили и в свалку. Во всей стране ничего нет. Когда пришла другая власть, детей не могли научить улыбаться. Женщины все перестали рожать. Нету. Такой был страх, что репродуктивные способности были заглушены намертво. Это сделают с нами очень большие. Почему? Достойные. Так вы не патриот. Патриот. Патриот небесного отечества. А это мы заслужили. Что мы наделали? Нам никогда не ответят за вчерашний день только. Это мы не видим. Сколько абортов было сделано? 18 тысяч убитых. Я как посчитал, за перестройку показывают 80 миллионов только погубленных людей. Так вот государство и Франция. 80 миллионов абортов. Так это только официальная статистика говорит. А сколько других? А сколько, которые не выходят замуж и могло быть? Мы в Китае приравнялись уже. Так это разве только? Обман-то на каждом шагу. Вот Людмила Степана оформляет землю. Уже больше года два ходите. Два года. Два года. Тянуты, тянуты, тянуты. Одно и то же. И ничего нельзя сделать. Вы даже не знаете, что нет. Вот представь, я так представляю. Вот сидит здесь один, а у него жена. А теперь, да, что ребенок, они думают, где ему должность. Они придумают. Строят здание, рейс-центр. Его никогда не было. Купить и продать требуется только четыре человека. Продающие, покупающие, два свидетеля. Все. Пророк Иеремия об этом говорит, когда он продавал землю. Покупал. А сегодня сколько? В Москве 246. Подписи надо собрать. Там 140, кажется, организаций. А то у вас в одной. Здесь я пошел в новый рейс-центр. Ну, делать нечего. Я посчитал кабинки. Ровно 50 кабинок, которые принимают документы. Которые вот это прихожая. Тысяча сто квадратных метров. В два раза больше, чем у нашего Игоря. Барабаша склад. Ровно в два раза. Вообразить нельзя. И все это сидят, работают, разговаривают. А никто ничего не делает. Вот они дают документ. Ну, дайте мне этот документ. Какой требуется-то? А это надо вызывать геодезиста. Ну, ладно, вызывайте. Сколько? Ну, семь с половиной тысяч. А у меня здесь вторая холупа стоит. А это только два надо. Ну, ты же был здесь. Нет, это второй раз надо вызывать. Это явно злодеи. Так кто же их защищать будет? Ну, сделайте. Дальше начинающего. Дается только на полгода. Короче. Через полгода. Другие документы. А каждый документ через полмесяца. Через полтора месяца. А когда дошли уже шесть-семь месяцев. Они говорят. А вот этот документ потерял силу. Теперь заново геодезистов за 15 тысяч вызывает. Да какое же это государство? Вот это есть мафия, коррупция. Что президент не знает? Невозможно земли, на которой я сижу, невозможно оформить. Ну, как бы не они, я бы и не делал. И везде деньги, деньги. А какие деньги-то? Только одно за оружие браться или в могилу заходить. Выхода-то никакого нет. И я понимаю всех. Я бы примкнул к любой группировке, чтобы сжечь и уничтожать все. Но Христос спички отобрал, нож затупил. Он сказал, не балуй. Идешь, пошел домой, иди плачь. На тебе будут пахать, тебя будут... Игнат Игнатьевич, я к этому, к земельному, вы говорите, не знаете. Я как раз только сейчас занимаюсь землей. Именно прямо сейчас приватизирую эту землю. С меня соснули еще 4,5 тысячи. Вот я отдал на медни в четверг. Ну, Володя знает все это. Я замучил. Во-первых, ты должен ходить из одного кабинета в другой. Я пришел в земельный комитет туда, по строителям. И я теперь иду в один кабинет, второй, в третий, в четвертый. Там мне дали бумажки. Раз, раз, раз. Я ничего не знаю. В кармане у меня там есть какие-то деньги. Я жду там строю. Ну, немножко. Вот бумажкой выползает одна. Три с половиной тысячи. Он просто разговаривает. Тут похотя все это. Тут же раз на компьютере набирает раз. Фамилия. А, вот бумажка вылезла. Я думаю, три с половиной тысячи. Подожди, подожди. Не надо. Ну, подожди, я тебе еще раз говорю. Ты не знаешь, чем закончилось. Ты не знаешь, чем закончилось. Ты слушай. Это поделывают. Ты слушай. Смотрю, вторая поползла. 980 рублей. Я думаю, сколько еще? Я уже в карман щупаю. У меня уже не хватает денег. Посчитал. У меня денег нету таких. Получилось четыре с половиной тысячи. Я должен. Ну, вот, говорит, в кассу заплатите. И потом подниметесь. И там в кабинет. Вам дадут бумаги. Их передадите в тот кабинет. Я хожу, передаю бумаги из одного кабинета в другой. Так получается? Только постоянно я отчитываю уже 15 тысяч. Я отдал за землю. За дом, чтобы приватизировать, я отдал 55 тысяч. Так это я один. И когда в очередной раз я пришел, они мне говорят, а теперь нужно еще вот такую бумажку, такую и такую. Я запутался в этих бумажках, честно. У меня что-то в голове случилось. Не помолился или что? И я говорю, да будьте вы тут все проклятые. Уже он сорвался. Ты чего? Да? Да. Благословенный. Но никто, правда, этого не услышал. Потому что это я про себя сказал. Внутри. Внутри себя. И я оттуда выскочил. Я обиделся на них. Я выскочил оттуда. Потом пробежался. А хорошо снежок был такой, ну такой легкий такой морозец. И меня тут это Господь вразумил. Я подскользнулся еще тут. Коленка у меня. Что с коленкой. И я что-то раз. И у меня на место что-то хрунк. И я подумал, а я же не все бумажки посмотрел. Может там-то эти бумажки есть где надо. Открываю тут этот свой чемодан. Там бумаг этих. Я не знаю сколько. Раз правда этот пакет. Ну который там вот набор этих документов. Которые мне передали. Он там в другом месте. Я думаю, Господи, прости мне. Что я тут людей-то проклинаю. Это все, кстати, к теме. Подожди еще. Я говорю, это. Я эти слова беру назад. Я не имею права. Проклястно. Господи, слава тебе. Вразумил ты меня через коленку. Я подскользнулся как раз. Коленку хрункнула. Правда она на место наоборот встала. И у меня тут в голове. И я посмотрел. Бумаги нашел. И я назад. Ну правда уже целую остановку я прошел. Вот в таком виде обиженном. Обратно пришел. Прям захожу. Им раз эти все бумаги. Они мне молча берут. Подписали. Ай, с тебя 800 рублей. Я еще такого. Всего 800. Это нормально уже. То есть 800 это нормально. Просто это ты счастлив. Зашел тебе раз 4000. А геодезисты 5700. Уже обобрали. С меня. У меня поменьше участок чем. А здесь это. Да. Тут где-то десятка наверное выйдет. Да тут за два участка их разделили. Ну да. То есть я понимаю. Два раза. И теперь я хочу возраститься к нашим баранам и сказать. И вот теперь из всего что мы делали. Вывод то такой. Что людей нельзя называть еще бесами. То есть каждый человек может покаяться. Потому что Бог его может вразумить. Как меня вразумил и как даст Бог может вразумить и тех, которых я чуть не проклял. И сам бы был проклят еще на веки вечные. Да, сестра пожалуйста. У меня вот Игнатья Тихонович вопрос. У Адам и Ева были созданы. У них совесть была или после того как яблоко съели они? Яблоко не было. Там не написано. Плод. Ну плод. После этого совесть пробудилась или изначально у них была совесть? Ой, мне не видно что пробудилась. Они начали друг на друга перекладывать. Как раз совесть и уснула. Адам. А я при чем? Ну она была в них изначально. Я живу не просил ты мне. Он не просил жиму-то. И правда. А я ни при чем. Вот этот ползущий гад. Он подполз и сказал. Зачем мне. Зачем его в рай запустили-то? То есть совесть не сработала. Они спрятались и забыли что Бог видит. И вот мы все время так и прячемся. Ну нет. Она была изначально совесть. А совесть там не написано. Но мы можем сделать вывод. Что как раз вот с этого момента показала испорченную совесть. Совесть настоящая была. Адам бы вышел. Упал бы и сказал. Господи, прости. Что я наделал? Этого слова-то нет. И Ева тоже. А я кто-то такой? Да вообще ничего не знаю. Постояния не было. Не было. Без вывода. Да нет, конечно. Какое покоение? Есть такое выражение, что Адам был неплохой учитель. Когда Адаму Бог сказал. Не вкушайте. То когда Ева говорит. Она говорит. Не притрагивайся. Отсюда делает. Когда Ева проходила по саду Адаму. А Адам ей рассказывал. Видимо, она. Он сказал. Вот дерево, с которым нельзя. Она потянула руку. Он сказал. И не притрагивайся. То есть он очень хороший предохранитель был. Есть такое выражение у Истариона. Вот я вышел. Не прикасайся там. Ну понятно. Откуда у Евы это слово взялось, если его не было? Вот теперь читай дальше. Закрыли еще одну тему. Да уже можно заканчивать. Нет, можно последний, как бы сказать. Я поняла так, что совесть расцвивается через грех. Так? То есть повреждается совесть в том случае, когда человек согрешает. Совесть его повреждается. То есть она у него как бы заглушается. Не открывается, а повреждается. Повреждается. И в случае покаяния, да, она у него по молитве может Господь вернуть. Вот сейчас я пришел в звонок. Звонит Саша, загуляем. Такой у него голос. Настолько благодарный. Как он благодарен. Деньги получил, да я то другое. И ласковый. И Галя прослезилась даже. Видишь как? Вот и все. И у меня уже желание, если что было, я бы Саше помог. Он бьется. Столько ребятишек. Заработок меняется. Вошел в эпотеку. Большой процент. Что там делать? Ну нет денег. Я бы дал еще. Но у меня просто нету ничего. А если я задумал дать, Бог все равно услышит меня. Вот у меня такая уверенность. Вот сегодня я утром только не знал. А после обеда я уже знал. И после обеда будет молитва. А деньги будут завтра. Вот что интересное. У меня такая вера в это. Уже что мне вера эта, она какая-то супер вера. Совершенно невыносимая. Прошу. Маленько погодя звонок. Я рассказывал, как мне это деньги искал. Сколько нужно? Один звонок сразу с утра. Берете 40 тысяч. Я сказал, мне 50 сегодня нужно. Второй звонок. Тут не успел сказать. Второй звонок. Вызывает главный банкир. Приезжай. Деньги он подал. Вынимает. Ничего не знаю. Он даже не знает. Вот Аскетрома 50 песоцкий мне дал. И езжай домой. На своей машине отвез. Да вообще. Даже высказать нельзя. Я знаю, что Бог до определенного момента придавливает нас. Чтобы мы по совести сказали. Ничего не знаю. Не могу. Предоставляю тебе. Сделай, Господи. Как тебе угодно. Богу вот это нужно. А то я свободный человек. Свободой надо научиться пользоваться. Свобода в том, что я свободу свою Богу отдаю. Научи. Вразуми. Наставь. Благослови. Я в Каштатске в проповеди хорошо сказал. Свободный, но совершенно не умеющий распоряжаться этой свободой. Так, пошли. 17-18 стих. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона. Толкование. Сказав, что для спасения язычника, исполняющего закон, ничего более не нужно, вычисляет, наконец, преимущества иудеев, полагаясь на которые они гордились перед язычниками. Прежде всего, говорит от имени иудея, ибо оно составляло большое преимущество, как теперь имя христианина. Не сказал, ты иудей, но называешься. Ибо истинный иудей тот, которого исповедует иудеем, потому что иуда значит исповедание. Цитата. И успокаиваешь себя законом. Толкование. Вместо. Не трудишься, не ходишь, не разузнаешь, что должно делать, но имеешь закон без труда, наставляющий тебя на все. Далее цитата. И хвалишься Богом. То есть, что ты любим Богом и предпочтен прочим людям. Обращать же любовь Божию, средство презирать существа однородные, есть признак крайнего неразумия. Цитата. И знаешь волю его толкования. То есть, Божью. Цитата. И разумеешь лучшее. То есть, решает, что должно делать и чего не должно делать. Под словом лучшее надо бы разуметь приличное или полезное каждому. Еще дальше прочитаем. Да хватит уже. Все, я уже ничего не скажу. Вот эти слова даже приличные и полезные каждому. Это столько же надо труда положить, чтобы знать, что вот это как раз и есть. Это то, на что мне Бог дал таланты. Это то, на что Он отпустил мне время. Это прилично и благовременно. И другого времени не будет. Меня вот иногда даже как-то очень удивляет. Наши люди-то ведь столько они знают. Не торопятся броситься какое-то дело делать. Ну, что ты сидишь? И даже вот это нарезать, квитки какие-то сидят. Ну, вот принесся, ну, берите. Вот она лежит. Начинайте, чтобы все у нас взяли. Ну, кто-то, ну, не все сидят-то еще половину. Которые руки даже не поднимут. Ну, можешь на месте. Еще раз взял-то, Д'Артаньяна прям вручил в руки. Бери и делай. Что делать? Она не знает. Ну, расскажите, Игорь. Ты рассказал? Нет, не рассказал. Какая-то вот тут неувязочка. На этом вы говорите правильно, когда говорите бородатые мудрецы. А у макок, у младенцев, как у этого кита. Хватит на понюшку табака. Все бородатые, все седые уже. Толку никакого. Ты знаешь, что нужно. И вот теперь приложи силы, чтобы это твое знание совместилось с умением, которое Бог дал. И Бог тебя окружил, смотри, чем. И все содействует тому, что ты уже хочешь, уже запомнил. Ну, что еще нам необходимо? А левтины-то нету? Что нам необходимо? Затруднения с Евангелием и с Новыми Заветами. Они будут у нас. Ну, сколько, не знаю. Мы должны поехать. Мы должны возвестить. Все. Я смотрю в окно машину. А вечером, чтобы ничего не было, не потерялось, вокруг машины потихоньку. Или, ребят, посылай, до воскреснинг блок. Считайте. Чтобы обошли. Чтобы сохранилось. И смотри, как у нас все идет. Теперь только купить под ноги вот это вот. И можно гнать ее. И уже садиться можно ехать. А махом просто все прошло. Только заговорили. Уже все во дворе стоит. И видно, что главный над ней здесь будет Николай Крущин. Он все занимался. Все это Бог смотрит благовременно. Это необходимо. Это полезно во всех отношениях. А будут враги? Да, будут. Будут. Они уже на подходе. Еще маленькой будет какая-то встреча. А я вот думаю, если встретиться придется с ними, с людьми, которые с епархией. Это вот будут они, комиссии. Я вопрос сразу задам. Скажите, а вам это нужно, чтобы мы среди вас были? Ну, скажем так, сватаете нас. Зачем? Вот я иногда... Раньше я не делал, а сейчас делаю. Мне нужно набрать людей больше. Но у меня было там 500. Больше нельзя. А сейчас у меня 2900 уже. И сегодня утром я встал раз, собрал материал раз, 2900 от меня получили. Маленько погодя, мне нужно вторую часть дать. А раз, 2900 в течение пяти минут получили. Представляете, 2900. Да я их глаза где-то не вижу. За каждым шагом, за каждым движением что-то тайное открытое, и об этом надо молиться. Вот, понимаешь, самое простое, кажется, мне уже сто раз было известно. Открывается с какой-то другой стороны, и я за этим вот этого не видел. Новые люди выходят. И должен отвечать, не должен ему. А он неправильно понимает. А что за этим? Вот хоть с колен не вставай. Все время. А что, хаяни нуждаются, что-то молиться. И у тебя ничего вообще нет. Да, это понятно. Если мы родились, для чего-то родились. И вот меня спрашивают эти люди. Вот вы в друзьях ко мне идете. А зачем вам это нужно? У вас и так уже 2500. За тем, что я слишком богат. И хочу поделиться с вами богатством. Мой ответ. Вы-то не для чего там. Ну там, кто поливает ферму, где-то все что-то растет. Компьютерная игра тоже идет. Я потому что богат. Я чрезвычайно богат. И ты почитал бы отзывы. Когда эти люди приходят, я начинаю с ними материалами давать. Вот и ребята только знают. Мы вместе читаем. Это все говорят. Игнатий Тихонович, какой вы богатый человек в таком возрасте. Это столько у вас энергии. А стихия-то такая глубина. А фотография-то где же такая земля есть? Конечно, это приятно слышать. Но я знаю, что бог дал это. Особенно вы обратите, мне говорят, обратите внимание на глаза людей. Посмотри, как люди эти выглядят. На наших людей они мне показывают. Прямо раем называют. Новые люди. И я ему должен показать. Вот вчера одна, вот так вот раздетая. Даже лямочных бретелек нет, только, кажется, на грудях держится у нее. Вот такая есть эта. Не на грудях, тут резиночка у них. Ну, может быть резиночка-то. Ну, мне как ей сказать, она хорошо ко мне относится и прочее-то. А я ей говорю, ой, то ли, я говорю, вы спать собрались, не успели все еще и разделись. А, наверное, в комнате тепло. На людей бы так-то не вышли. Она это не поняла. И мне дальше говорит, что вот она в последнее время, там, она начала совершенно не о том говорить. Я тогда прямо говорю, что на людях так раздетым нельзя. Моя бы жена через пять минут умерла, если бы так раздетая ее выставить. От стыда и от совести-то. Гляжу, она уже потише. Как сказать-то еще? А другая, без платка, а одета хорошо. Грудь закрыта, главное, грудь. Вот так закрыта. Я ей сказал, а платок зачем? Апостол Павел говорит, если не хочет покрываться, пусть истрижется. Вот я истригусь. Я буду, так он показывает, это как постыдное дело. Почему? Времена меняются, и условия меняются, и обычаи меняются. Видно, что пропитано безмозглым сектантом. Да где оно меняется-то? Две ноздрюли у тебя, те же самые дырки на голове, семь других не прибавилось, ни сверху, ни снизу. Еще изменилось-то, ничего не изменилось. Только более берешь себя будешь. Для Бога. И все заповеди в силе, но они теперь в духовную сферу переходят. Они не могут ничего понимать совершенно. Обощение. Притом какое-то супер обощрение у людей. Одни надеются на батюшку, а другие там на своих лжеучителей, что они им сказали. Ну ты посмотри, рядом Писание говорит. Я привожу места Писания, 24 места привел. Она ни на одно, ни даже не берет она. А все равно Бог любит, как человек обратился за любой спасенный, в любой конфессии спасется, в любой динаминации. Где вы слова говорите? Конфессия, динаминация. Да где означает обратное? Номинация имя, отрицание имени. Вы переведите эти слова. Что вы говорите-то? Где вы это нашли? Я перевожу места, что только в церкви. Не слышит. Она видно, что трезвая. Я привожу на любое место Писания. Вот о Душа. Есть у человека Душа или нет? А Дух идет к Богу и прочее. Человек ничего не соображает, умирает, мысли исчезают. Ну, адвентийская, она уже нахлебалась там. Говорится это о теле. Нет, нет, это никакой души у человека нет. И вечного мучения нет. Я вижу, что никакого разговора не может быть. То есть Душа уже это продано. Она сатаной подписана. И она будет с Дофаном, Евроном и Кореем в Аду. Так они же Ат не признают еще. Как-то право сказали, а они Ат не признают. Ат не признают. И поэтому я ей возвестил и скорее отошел. Отошел, чтобы не заражаться. А если маленько еще это яко, чуть-чуть я сразу из друзей выкидываю. У меня их много. Я беспощаден здесь. Тут нет зачем. Сегодня интересно. Вчера ко мне очень хорошо относятся, а я сегодня один вопрос поместил. Меня в университете преподаю, а меня спрашивают. А как вы относитесь к вашим родственникам, если эти родственники не верующие, а принимаете ли вы их в дом? Тебя тоже это касается. У тебя тоже сестренка есть. Я отвечаю. У нас у матери десятеро. Пять сыновей, пять дочерей. Вот два брата уверовали, а три нет. И дальше я начинаю говорить. Два пьяницы запились. Вот оба, один уже умер. Сестры вот такие. Три обратились, а две пали, отступили. И теперь вот это одна из них меньше в Змеиногорске. А она ко мне не зайдет. Ну вот она написала, нет молитвенника, и нет, а за милиционера вышла замуж. И нет у ней крестика. Я бы мог сказать, да рядом храм, поди докупи. Я сразу прикатил всю работу с работы. На автобусе я уже в Змеиногорске. Ей постучал, она вышла. Я в дом к себе ее не пущу и к ней не зайду. Зашли в сарай. Все, я ей дал, помолился на автобусе домой. Вот сестра приходит, у нас Настя была здесь. Это ее мать моя, Татьяна. Сестра. Но она отступница была в то время. Она ко мне приезжает. А молимся на Никитина 147, от которой дом продали-то где-то. Я ей говорю, это мой дом. Найди ты ко мне, никогда не ступишь. Который называется братом, а остается блудником, пьяным. Но сегодня у нас молятся. И поэтому это не дом, а церковь. Я ее приглашаю, милости просим. Мы помолились вместе. Люди расходятся, она остается. А она сейчас странница. Я ее кормлю. Посадил ее отдельно, за другим столиком. В семействе я не буду есть. Но я ее накормил. Теперь мы пошли. Она ступает вниз по ступенькам. Я говорю, каждая ступенька только вниз. Кверку уже ни одной ступеньки ты не шагнешь. Здесь снова жилье. Жилище хозяин я. Церкви уже нет. Она закрыта. И теперь только встречаться на улице. А вечером пришла ее дочь Настя, которая у нас. И они встречаются на морозе на улице и беседуют. Ко мне она уже не зайдет. Почему? Я в принципе аллен. В том смысле, что Бог повелел. Я приезжаю домой. Я у мамы больше всего люблю. Она когда печет блины и печет русская печь. Две сковороды. Там жар сверху и снизу. Она только успевает. А я стол подтаскиваю рядом. Сметаной горой туда-сюда только успевает. Но я приезжаю в деревню, справляет пир горой. И в этом деле увлечена мама. Она очень прекрасно пиво варила на меду. На разных этих прополис, перга, темного света. Там вообще чудо здорово. Но она пьяна напивается. Я как могу. Она верующая, сестра моя, мама моя. Я теперь не ем эти блины. Беру хлеб. В колодце холодной воды черпаю и за столом ем. Каково это для матери? Я ничего нет. Почему? Я приехал инвалиду отцу помочь. Он без руки. Я помогаю, работаю, пообедаю. Хлеб беру с холодной водой. Жестоко. Я признаю. Но у меня выхода-то никакого нет. Я христианин. Мама больше в рот никогда не взяла ничего. Вот оно действенное лекарство. А сестра, с которой я так поступил до меня, она обратилась к Богу сейчас верующая. Ты мне покажи твои результаты из-за того, что ты такой лояльный, любвеобильный. Всех принимаешь. Да ничего нет, там каша. Где у меня-то Политекина-то? Она уже дважды потерпела фиаско. Теперь третья вот эта дочь. За нее приехал муж. Ну, она, видишь, не одна с мужем. Везде на первом месте Слово Божие. Оно так говорит. Я ее налагаю на совесть. И совесть моя говорит только так. Только так. Я в такт. Биение сердца, колеса стучат. Прав, Господи. А мне выдумывать не надо. Я никогда не пытался идти на компромиссы. Вообще, я 50 лет верующий, я даже этого не знаю. Но это, одни говорят, у него, говорит, жесткий подход, а другие, говорят, жестокий. Ну, это разные вещи. Очень. Жесткий, это значит, у меня определенная грань конструкции треугольника. Его никуда не шевелишь. А у вас там пятиугольник, четыреугольник, как угодно, сжимай его где-то. Я никогда не шел вот на эти компромиссы. Никак. А вот я тебя сейчас зарежу, если ты пить не будешь. У меня это все было-то. Я так рад буду. Я уже заранее тебя благодарю. Я этого жду. И что, смерть не страшна? А что она такое? Я даже не знаю. Я ее не вкусил. А когда уже она будет, я ее не пойму, что она была. Для меня. Как Василий Великий говорит, ты собираешься меня убить, я почувствую только первый удар, а второй ты будешь бить по мертвому телу. Такое у меня здоровье. По крышке кроба. Вот и здорово. Никогда не надо идти на это. А если не так, вот сейчас, а что будет, батюшка умрет, то другое. Я никогда об этом не думал. Хотя я объяснить могу, батюшка умер, мы все остаемся общиной. А когда пришло время причащаться, причащайся. У Златоуста я встречаю вещи математически точные, которые никогда бы мне не додуматься. Он говорит, в году сколько дней? Я говорю, 365. Он говорит, правильно отвечаешь. Но Бог требует десятину. Из 365 дней, десятую отделить для Бога, сколько будет? Ну, 36,5, там за петушку поставь. 36, все. Он говорит, вот считай теперь. 7 недель Великого Поста. Суббота, воскресенье, это не постный день, мы масло едим. Только 5. 7 и 5. Сколько? 35. А одна суббота, одна постная в году, это перед Пасхой. 36. И с вечера до утра, полчаса, это полсуток. 36,5. Бог требует десятину. Так я охнул. Я не могу ничего сказать. 36,5 Бог требует, берет свою десятину. Как ты можешь Великий Пост не исполнять? Это больше десятина. Я бы был патриарх, я бы сказал, ставьте собор, все посты убирайте, кроме среды и пятницы, и апостольское правило 69-ое, и Великого Поста. Бог требует десятину. Как я могу не восхититься золотым умом, если сказать, он подобен моему? Да я... Ну, не то, что там никто, а даже меньше, чем никто. И чтобы я не просчитал, сердце прямо как-то захолонет, в другим такте бьется. Он говорит, друг, это второй я. Я несколько раз повторил и ничего не пойму. А когда он разъяснил, это все матерь твоя, все сын твой. То есть я никуда не ушел, я как будто остаюсь через него. Второй я. Вот что настоящая дружба. Второй я. Меня нету, но от меня отпочковалось точно такое же. Вот, пожалуйста. Говорят, вот мы научились там делать, клонировать. Клон! Это мой друг. Вася, коротко расскажи, что случилось? Иди сюда. Чем закончилась эта эпопея? Люда, иди рядом. Иди, иди, и сам рассказывай. Рядом со мной. Она будет, она свидетель, давай, говори. Давай рядом. Только быстро рассказывай, Вася. Я бы сказал, рядом сюда садись. Похоже на него стало уже, не кушайся. Давай. Рассказывай, кто на него влияет. Так, Вася мне позвонил и сказал, что женщине, женщина его, это женщина, которая живет у него на квартире, хозяйка пришла из хозяйки, позвонил следователь, чтобы он пришел к нему. Чтобы он пришел к нему. Что мне делать? А я вначале не поняла. Я поняла, что следователь его просит к нему прийти. Ну, мы собираемся. Я Севастьяну звоню. Севастьян, что делать? Идти ему к следователю? Он говорит, ну, если вызывает, иди. А потом, Вася мне через два дня звонит и говорит, так это не он мне звонил, а он звонил начальнице той женщины, которая живет у него. Я говорю, так ты с ним не разговаривал? Он говорит, нет, не разговаривал. Тебе повестки никакой не было? Нет, не было. Тогда, Вася, ты не ходи. Он, да как же не пойду? Я говорю, ну, не ходи. Ну, раз десять я повторила это. Тогда он сказал, ладно. Она правда рассказывает? Ладно, не пойду. Потом позвонила я Севастьяну. Говорю, Севастьян, я посоветовала... Севастьян, это наш следователь, адвокатом работает. Я ему позвонила, говорю, Севастьян, вот такая ситуация. Я ему посоветовала не ходить, потому что он звонка, следовательно, не получал. И следователь его к себе не приглашал. И я ему сказала не ходить. Может, я не права? Он говорит, нет, ты права. Здесь права. Ладно. Теперь звонит мне. Прошло дня два. Это мне звонит 22-го числа. В понедельник было это дело, во вторник. А 22-го числа, это в четверг, мне звонит следователь и говорит. Вы, Людмила Степана Алфимова? Я говорю, да, я. Вы, Черепанова Василию, у него риэлтором являетесь, оформляете его, эту квартиру, фриватизацию. Я говорю, да я не риэлтор. А вы кто тогда? Да. Я говорю, знаете, я хожу с ним вместе в церковь. И я его знаю по церкви. Он тоже туда ходит, потому что мы верующие, ходим в церковь молиться. И вот он ко мне подошел и сказал, говорит, помоги мне, пожалуйста, оформить вот мою комнатушку. Видит, что я там оформляю что-то и что я ему смогу помочь. И я не отказалась. И я сказала, да, помогу тебе. Вот так мы с ним знакомы. И он, говорю, крещеный и все такое. Я про него это. Он говорит, ну все понятно. Вы ко мне можете сегодня приехать? Я говорю, сегодня я уже не могу к вам приехать. Но завтра я смогу к вам приехать. Он говорит, ладно, знаете тогда, что сделаем? И вы не против, если я напишу, что я с вами провел беседу по телефону. Все, что вы мне сказали, я это вот запишу. А вы ко мне придете. Я говорю, ну на той неделе, может, приду подписаться. Вот то, что я ему сказала, кто я такая и как я знакома с ним. И что мы ходили вместе с федеральным техником, который из федерального БТИ. И мы присутствовали в то время. Он не заходил в квартиру. Но мы ушли, говорю. Ну я ему объяснила все это. Он говорит, вот то, что я послала вам, ошел словам, записал. Вы пойдете за это, распишетесь. Я говорю, приду. Я говорю, когда прийти? И он говорит, я это дело закрываю, дело закрываю. И отдаю его на закрытие, на оформление о закрытии. И я вам могу сообщить только через 20 дней. Я говорю, так мне женщину ту техника приглашать. А он говорит, да по-моему, достаточно беседы будет с вами. Если что, вы придете, распишетесь. Если там мне закроют все, вы придете, распишетесь. И он сразу изменил свое мнение, что не надо техника того приглашать. А что вот достаточно такой беседы. И через 20 дней будет только известно, вот 22-го, это значит числа где-то 15-го. Где-то числа 15-го или 14-го он сказал. После Пасхи. А Пасхи какого-то числа? Да, как раз перед Пасхой. Перед Пасхой, 13-го числа. Он сказал, что тогда придете и распишетесь. Если мне дело закроют, завизирует начальство. Я говорю, знаете что, а вот вы уверите, что он 7,5 тысяч у нее мог украсть денег? Я говорю, вы хоть раз-то были у него, у них там в домах, в этих раз в участковом? Он говорит, что вы, я уже 15 лет по этим домам хожу. Я всех их насквозь вижу. И всех их знаю. Я говорю, и вы что считаете, что правда, что он украл у нее деньги? Продуктами же еще. Да, и продукты, что там это. А он говорит, это все сфальсифицировано. Ничего этого не было. Я уверен в этом. Короче говоря, он мне стал убеждать и объясняться передо мной, что он посещает дома и все такое. И, в общем-то, вот такое состояние, что сейчас на 20 дней нужно ждать, начальство завизирует о закрытии. Что вот достаточно мое... То есть не закрыто еще, надо молиться? Да. Молиться. А когда случится, что закроется, тогда благодарить, молитву не прекращать. Следователя как звать? 20 дней еще. Следователя Александра звать. У меня есть телефоны, и Севастяну я сообщила, и сотовый такой Севастяну. Когда судилась тогда Ольга Иннокенева у нас была, с епархией это. А потом с этой Жемоедовой, Ниной Ивановной, с судьей я встретился, она с Центрального района. Я говорю, а как вы поняли, что вот выходит священник и другой, и говорят неправду. Так я, говорит, сразу поняла, что они вру для вас. Она сразу, говорит, я поняла. А, говорит, а вас-то я знаю, вы на нашей улице жили. И как в милиции ходила, про вас рассказывала, что я шпион японский. Нашли у меня радиостанцию там в 68-й школе. И все. Я, говорит, все знаю вас. Я вашу жизнь знаю. Так кто вы? Мы так жалели вас, когда арестовали. Каких людей берут? Вот и все. А я знать еще не знал. А я был у нее представителем, как адвокатом. Игорь Тихонович, ну тут-то большее чудо. Это по молитвам он меня не видел. Ну да. И понимаете, я только заговорила, где с ним познакомилась, откуда он меня знает, почему он ко мне подошел. И он сразу все поменял. Господь. И не надо федерального техника ему звать. И даже мне не надо туда идти, оказывается. Все, по чуду. Это чудо еще большее совершено. Ты что-то понял или нет? Твоя главная вина, что ты ни с кем не советуешь. Без совета дело расстроится. Никуда ни шагу. Вот для тебя главное, вот Виктор Андреевич, вот, смотри, через которого ты пришел сюда к нам. И второе, вот твоя помощница, как мама родная теперь, Людмила Степанова. Ты понял? Чтобы послушался, на десятый раз только и то не послушался. Ну он никогда не ходил, ни в чем послушание. И понимаешь, сегодня тебя помиловал Господь, а завтра, может, ты по ребрам получишь. Этого делать нельзя. Квартиру отдал, теперь она за эту квартиру сжет ее. На квартиру себе собирал деньги, какую-то организацию, больше полмиллиона отдал. И приходят ни вывески, ничего нету, ни расписки не было. Ты видишь он какой? Больше полмиллиона отдал денег и все. Этого делать нельзя. Как величие это тебя? Николаевич. Вот, Василий Николаевич. Так, подождите, а когда это было-то? Когда ты деньги-то отдавал? Ой, ты тоже. Уже 5 лет. Слушай, сейчас идет какая-то акция. Это, надо это узнать. Вот таким вот, как ты, недотепом, государство помогает. Они там и ищут, шерстят и отдают какую-то часть, там до 50%. Он фискует имущество. Понял? Ты бы это, давай дураком-то не будь. Ты че? Ну ладно, сходи по... Братом Себастьяна можешь и на руке ему переводить. Да, 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 да. Так это надо документы ему иметь. Все. Ну ладно, я есть. Ну ладно. Так я в прокуратуру подал. Твои-то. А как, один писал? Ну, по голову. А кто тебе написал? Заявление написал. Ах, один сам? Ну, с помощью. А, с помощью их? Он в прокуратуру написал заявление. Ну, надо опять, тогда тем более Себастьяна подключать. Я за тех, Себастьяна, иначе тебя просто они там запутают и все. И себе присвоили. Ты на шаг его не отпускай. Посмотри на нее. Она у нас, ну, это финансовый работник. У нас сколько таких людей с высшим образованием. А ты-то послушай, а не ходи, и у тебя будет полегче в этой жизни. Еще по полной программе? Да. Ну, и все на этом. Боже, милостью, будь не грешен. Создай в имя, Господи, помилуй меня. Бесчастая, если грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Сами небесные, вы тешите ли души истины. И живи здесь, и все исполняют сокровища благих и жизни. Подателю при идее вселисявны и очистены от всяких скверны. И спаси, блажа души наша, Святой Божий.